База победителей ИГИЛ в Сирии под градом атак побежденных Армии и войны Ближневосточные войны 19 мая 17.19 База победителей ИГИЛ в Сирии под градом атак побежденных в мае Обстрелы российских военных в Хмеймим стали почти ежедневными Как это прекратить? Владимир Тучков Комментарии в просмотров 13265 На фото, на российской авиабазе Хмеймим в Сирии Фото, снимок с видео Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ, ТАСС ИГИЛ как единая военизированная структура разгромлено В Москве давно объявлено о победе над террористами, имевшими единое командование Которые относительно недавно были в шаге от того, чтобы полностью взять под контроль всю Сирию И двинуться дальше, вынашивая идею создания всемирного халифата Но если все так замечательно, почему крупнейшая российская военная база Хмеймим в Сирии По сути, база победителей продолжает подвергаться регулярным обстрелам со стороны якобы разгромленных игиловцев В том числе и бывших, перешедших в другие банды, но не сложивших оружие Только за минувшие дни мая 2019-го зафиксировано уже полтора десятка подобных атак Получается, нападения боевиков стали практически ежесуточными И как прекратить их наше командование, судя по всему, не очень понимает Как показывают события последних дней, российская база Хмеймим, которая несколько лет укрепляла свою оборону от нападения с воздуха, земли и моря Не может чувствовать себя в безопасности С бытовой инфраструктурой там все прекрасно, о чем свидетельствуют многочисленные телерепортажи В жилых боксах кондиционеры и завидная звукоизоляция Есть душевые и стиральные машины Три столовых с разнообразной пищей, которую готовят вольнонаемные повара Пекарня Чайная Прикмахерская Бесплатный переговорный пункт для звонков на родину Две спортплощадки с тренажерами Авианосцы ВМС США нашли обходной путь к берегам Крыма Смогут ли американские корабли попасть в Черное море через новый турецкий канал? Разумеется, полностью автономное энергоснабжение И мощный опреснитель, который выдает тысячи кубометров воды в сутки Казалось бы, что и система обороны базы должна быть построена по самому высшему разряду Тем более, что в Сирии на страже стоит не только лучшая наша серийная боевая техника Например, истребитель Су-35С, комплекс Рэбкрас УХ-4, ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» ЗРС С-400 Но и проходят испытания перспективные комплексы вооружения, которые только готовят к производству Противовоздушная оборона базы обеспечивается, прежде всего, системой ПВО дальнего действия, до 40 км, С-400 К ней в данном случае никаких ни вопросов, ни претензий Ни один недружественный самолет и не пытался вторгнуться в зону ответственности С-400 Ни одна крылатая ракета «Тамагавк» также не была направлена в направлении Хмельмим А вот оборону непосредственно территории базы осуществляют зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С-1» Ракеты которых способны перехватывать цели на высотах до 15 км и в радиусе до 20 км Данный ЗРПК осуществляет не только противовоздушную, но и противоракетную оборону Именно «Панцирь-С-1» в начале января 2018 года стал главным объектом громкого медийного скандала Напомню, в предновогоднюю ночь Хмельмим подвергся массированному ракетному и минометному обстрелам с территории зоны деэскалации «Идлиб» 2 января появилась информация о множественных жертвах среди российских военнослужащих А еще о семи уничтоженных на стоянках самолетах и о взорванном складе боеприпасов Вскоре выяснилось, что информация ложная Но ложная лишь частично Обстрел действительно был Погибли двое военнослужащих На земле уничтожен один ударный вертолет Ми-24 Вина за это была возложена именно на «Панцирь-С-1» Поскольку именно это оружие должно на дальних подступах перехватывать ракеты реактивных систем залпового огня, которыми все реактивно пользуются террористы Однако, как следовало из соответствующих сообщений, по нашей авиабазе в тот день били из минометов А на перехват минуты калибра 82 мм «Панцирь-С-1» не рассчитан И обвинение пошло гулять посредством массовой информации и социальным сетям Критиков ставшего знаменитым не только в России за РПК не смущает, что при последующих обстрелах А были и массированные 36 ракет в залпе «Панцирь-С-1» вполне успешно справлялся с перехватами Также он не раз останавливал атаки ударных беспилотников с укрепленными на фюзеляже боеприпасами На первый взгляд, эти дроны были кустарными поделками террористов Однако при изучении обломков беспилотников, сбитых ракетным и пушечным огнем «Панцирь-С-1» Выяснилось, что система управления этих изделий собрана на произведенных в США компонентах военного назначения Создается ощущение, что регулярные разоблачения «Панциря-С-1» являются элементом внутри российской конкурентной борьбы Между двумя гигантами нашего ВПК Тульским КБ приборостроения, КБП, производящего ЭТИЗПРК, и концерном «Алмаз-Сентей», который является лидером в области создания отечественных зенитно-ракетных комплексов Конгресс США решил прикончить СНВ-3 России это даже выгодно, почему планируемая Трампом ядерная сделка между Москвой, Пекином и Вашингтоном может не состояться Необходимо сказать, что обострению соперничества двух оборонно-промышленных структур способствовало объявление о начале НИР-стандарт Одним из ее результатов должно стать определение путей развития средств войсковой ПВО малой и средней дальности и выявления предприятий, которые могли бы наиболее успешно справиться с поставленными в этой области задачами А это, разумеется, сулит очень серьезное финансирование За часть этих денег намерен сражаться холдинг «Высокоточные системы», в который входит Тульская КБП И перевод панциря в сегмент комплексов средней дальности и один из тактических приемов в предстоящей борьбе Вполне понятно и то, что взять могущественный концерн «Алмаз» он те и голыми руками не удастся Тем не менее, после предновогоднего инцидента противовоздушная оборона российской базы работает надежно, отражая обстрелы Это объясняется тем, что их минометную составляющую, наиболее опасную, удалось ликвидировать за счет тщательной и заблаговременной зачистки спецназом близлежащих к базе территорий Площадь такой работы сравнительно невелика Ведь дальность стрельбы советских 82 мм минометов, которыми пользуются боевики, не превышает 3 км А вот обстрелы авиабазы Хмеймем из реактивных систем залпового огня Типоград ведутся из зоны деэскалации в провинции Идлиб Где обосновались как пошедшие на перемирие боевики, так и непримиримые Генералы в СУ готовят Майдан Зеленскому еще не заполучив власть Новый президент Украины нажилу ему врагов военной верхушки Киева Однако российская авиация в Идлибе пока наносит только точечные удары по террористам и их базам Более интенсивные действия в ответ на провокации невозможны в связи с тем, что в Идлибе бандиты, по разным оценкам их от 3000 до 30000 человек Перемешаны с гражданским населением, от 200 тысяч до 300 тысяч Интенсивные удары возмездия приведут к массовой гибели мирных жителей Но, как видит весь мир, точечные авиационные удары в данном случае не способны гарантированно обеспечить безопасность Хмеймем Похоже, приемлемый результат может быть достигнут лишь в случае прекращения поддержки боевиков извне И для этого у России есть рычаги воздействия на Турцию Скажем, те, которые Москва эффективно использовала после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16С сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24М Чего стоило хотя бы организованное в ответ Москвой обрушение турецкой туриндустрии из-за оттока наших отдыхающих Тем временем, сейчас политическое положение у Анкары даже более уязвимое, чем в 2015 году Она сильно конфликтует с США, что может привести к антитурецким санкциям со стороны Вашингтона Удар с двух сторон может оказаться для Турции особенно чувствительным Однако ничего такого наша страна чего-то не предпринимает Москву положение дел вокруг авиабазы Хмеймем, как ни странно, похоже, вполне устраивает Хмеймем держит оборону Пока держит Ну, а если что-то трагическое там произойдет, то пользы от продажи Эрдогану С-400 и, возможно, новейших боевых самолетов Су-57 превысят Вероятно считают в Кремле человеческие потери Исламское государство, ИК, ИГИЛ, решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией Ее деятельность на территории России запрещена Тем временем 17 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Турции Таипом Эрдоганом высказала обеспокоенность в связи со ставшими регулярными обстрелами российской военной базы Хмеймем со стороны Эдлиба Она также сообщила, что Министерство обороны России и Турции ищут пути урегулирования ситуации в этом регионе Сирии Поднималась тема Эдлиба И президент Турции высказал озабоченность тем, что там не обеспечен режим прекращения боевых действий и не решена задача деэскалации Со своей стороны я высказала наши тревоги, что продолжаются обстрелы российской базы Хмеймем и российских объектов со стороны Эдлиба Нас это не может не тревожить, сказала Матвиенко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова